Приветствую вас! Конечно, довольно легко обратить ваше внимание на то, что у вас есть ощущение долга, что вы должны, то есть вот прямо, прямо чувствуется, что у вас есть вот эта позиция, что я должна, что вот как же так? Старшее поколение было там, жило более сложной жизнью, и оно нормально, стабильно у нас, вы приедете, это вот какой-то такой идет сравнение с старшим поколением, и я, честно говоря, хотел бы, конечно, вот как-то разобраться с этим, то есть разобраться с тем, каким образом мы себя, ну вы сравниваете себя с старшим поколением, как именно вы это делаете, вот, ведь вы, получается-то, и требования к себе предъявляете, вот, грубо говоря, такие же, а вот, то есть вы определяете к себе такие же требования, требования, а такие же, что, ну не, вы как старшее поколение, притом, что как старшее поколение быть вы не сможете, потому что вы человек все-таки другой, и это нормально, вот, а получается, что вы себе говорите за то, что вы не можете быть как старшее поколение, вот, что есть вопрос? Вопрос здесь, на мой взгляд, заключается именно в первую очередь, чувство вины и долга, и долга, это первое. Второе, это вот то, что вытекает, как мне кажется, из этого прямо, это вот некое такое подавление, некая такая подавленность, то есть все, что я делаю, да, условно говоря, не знаю, должно быть, ну, должно быть, соответствующе, там, какому-то стандарту, например, вот, а если не соответствует этому стандарту, то, соответственно, этого не стоит. Вы даже про цели говорите, что они у вас нормальные, вот, что такое нормальных целей, хотел бы я спросить, у вас, ну, то есть, у человека нет, как мне кажется, именно нормальных целей, у человека есть цели, которые ему важны, которые его вдохновляют, и которые ему, как вы и сами сказали, все равно, а все равно нам бывает, как правило, на те цели, которые нам не отвлекаются, но которые, которые мы должны выполнять, должны реализовывать, должны реализовывать, может быть, вам пришло время посмотреть, что из того, что вы, например, делать хотите, вы не делаете, а что из того, что вы делать должны, вы считаете, что хотите, и наоборот, то есть, вообще, это вот очень важная вещь. Вот, дальше, я не знаю, конечно, конечно, и в целом могу ошибаться, вот, но мне кажется, что вы, вам сложно, точнее, жить для себя, не очень. Вот, так оно, может быть и так, но если вам этого не хочется, не хочется, то и делать этого, как мне кажется, не нужно. Ну, тогда вы будете трясуть вину перед тем, что вы называете старшим поколением. Понимаете, в чём сложность, понимаете, да, о чём я говорю? Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду, вот. Это важно. Важно, чтобы вы на это обратили внимание. Важно, чтобы вы обратили внимание на то, насколько вы свободны. Понимаете, да, о чём я говорю? Вот, это то, что я пытаюсь вам сказать. И вы где-то там, на стыке того, что вам хочется, и того, что совпадает с ценностями людей, которые так уж вышло вам важны, и прячутся вы настоящие. Прячетесь, точнее, вы настоящие. Но не, ааа, или где-то ещё. А только именно, что там, там. Вот. Это то, как я могу ответить вам на вопрос. Давай. Вот вы пишите. Запрос на то, чтобы чувствовать себя лучше. Запрос анонимный. Это в первую очередь терапия. В первую очередь это индивидуальная работа. И возникает вопрос. Готовы ли вы к ней? Готовы ли вы к индивидуальной работе? Потому что ваш вопрос в любом случае одним ответом не решить. Потому что каким-то образом вы оказались в этой системе, оказались в этой практике, своего состояния, вот, вы пришли в него через ряд своих выборов, через ряд своих решений, которые вам кажутся вероятнее всего решениями, принятыми свободно. Вот. Хотя, на самом деле, это, конечно, не совсем так. Потому что, если бы вы принимали решения свободно, вы бы были ими удовлетворены. А поскольку вы не удовлетворены своим состоянием, значит, решения были приняты не свободно. А значит, где-то вы себя предавали, игнорировали, не слышали. Вот. Ну, вероятно, даже обесценивали всем-то себя. И это очень важный момент. На самом деле, это очень важный момент. Вот. Потому что, если вы не будете осознавать, да, вот эти аспекты, о которых я говорю, то ситуация с места не сдвинется. Вот. Вот. А... Принуждать себя жить хорошо и жить хорошо равные вещи. Считать, что вы должны жить хорошо и на самом деле хорошо жить равные вещи. Понимаете? А... Рассуждать о хорошей жизни, рассуждать о, там, не знаю, полной жизни, о полноценной жизни. Давайте еще такое слово, такое используем, такой термин используем. Это одно. Ну вот. А... Эом... 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 Э 지 US 1 менее 1 менее. Ну вот. Ну вот... inneкномерен. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи!